Ученые Казанского федерального университета обнаружили генетический фактор, влияющий на хронизацию мигрени. Знания об этом позволят врачам заблаговременно определять группу риска, что повысит эффективность профилактики и лечения болезни. Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Примерно 15% человечества сегодня страдает от мигрени, а это около миллиарда людей по всей планете. По некоторым оценкам, мигрень является наиболее затратным неврологическим заболеванием. Например, в Евросоюзе она обходится в более чем 27 миллиардов евро в год. Это объясняется тем, что мигрень значительно снижает качество жизни человека и лишает его возможности нормально жить, вынуждая регулярно принимать безболивающие лекарства. Мигрень – это не простая главная боль, это интенсивная главная боль, которая, как правило, выбивает человека из его обычной колени. И что касается хронической мигрени, которая возникает больше 15 дней в месяц, то есть представьте себе, это у человека из месяца половина просто выпадает из жизни. Ученые Казанского федерального университета, исследуя варианты гена болевого рецептора ТРПВ-1, впервые показали, что переход мигрени из эпизодической в хроническую форму имеет генетическую природу. Это связано с полным отсутствием у пациентов одного из вариантов этого гена. Теперь для определения возможной хронизации мигрени достаточно сделать генетический тест. Пациент обращается в лабораторию, где у него происходит забор крови, как на обычный анализ. Из этой крови уже в генетической лаборатории происходит выделение ДНК, и в этой ДНК определяется как раз-таки тот или иной генотип полиморфизма ТРПВ-1. И далее пациенту уже выдается заключение о наличии или отсутствии риска хронизации мигрени. Обнаруженная учеными генетическая особенность мигрени позволит заблаговременно определять пациентов, у которых она может перейти из эпизодической формы в хроническую и своевременно начинать направленную терапию. Это будет способствовать более эффективной профилактике лечения мигрени и, как следствие, минимизации ее экономических издержек. Диана Латышева, Виолета Басова, Универньюс.